Компания Xiaomi очень полюбила вносить неразбериху в название своей продукции. Огромное количество моделей линейки Redmi дополнялись различного рода индексами, разобраться в которых без 100 грамм неподготовленному пользователю очень сложно. Теперь же мы получили красный рис с приставкой Pro и без циферки в названии. Фантазии создателям на оригинальное имя новинки не хватило, как же дела обстоят во всем остальном. Перед нами металлический фаблет с экраном в 5,5 дюймов, Full HD разрешением и мощной начинкой. Ориентированный на средний ценовой сегмент, такой телефон имел прекрасный шансы стать хитом, как и его предшественники. Инфракрасный USB Type-C порты, сканер отпечатков пальцев и двойная 13-мегапиксивная камера – заманчивое сочетание, не так ли? Однако вернемся к железу. Процессор Helio X20 или X25 на выбор уже успел зарекомендовать себя как производительный и не самый прожорливый вариант для обеспечения плавного интерфейса Android Marshmallow и отличной работы современных игр. 3 или 4 гигабайта оперативной памяти от 32 до 128 постоянной, видеоадаптер Mali-T880. Разве может кто-нибудь быть недоволен таким выбором разработчика? Конечно, не обошлось и без поддержки 4G, слота для карт microSD, прочного закаленного 2.5D стекла и аккумуляторов 4000 с копейками в мАч. Самый главный вопрос – стоит ли немного переплатить и взять его за место представителя линейки Note? Купить Xiaomi Redmi Pro можно на AliExpress по ссылкам на описание. Итак, друзья, существует три варианта выбора данной модели. Два из них построены на процессоре Helio X25. В одном из них 3 гигабайта оперативной памяти и 64 постоянной, в другом, соответственно, 4 и 128. В моем случае мне достался третий вариант – Redmi Pro на процессоре Helio X20 с 3 гигабайтами оперативной и 32 постоянной. Дизайн смартфона мне понравился. Металл здесь действительно металлический, как надо. Не такой тонкий, как в ультрабюджетниках компании. Немного попахивает ZenFunction, но это так, если посмотреть. Redmi Pro достаточно увесист, и поэтому, на мой взгляд, не подойдет для женской руки. Только хардхорным мужикам. Корпус не маркий, в моем цвете Silver отпечатки вообще не замечаешь на задней стороне устройства. Собрано все на пятерку, люфтов и скрипов вы тут не услышите даже спустя время. Никаких пластиковых вставок, все по-взрослому, и все очень качественно. Даже странно такое говорить, но дизайн мне понравился. Экран, ну, экран как экран. Понятно, что Full HD к углам обзора и контрастности претензий вообще никаких нет. Очень хорошо, что это OLED. Рамки есть, но их не замечаешь уже через 5 минут. Откалиброван по цветам хорошо, плюс можно настроить меню по цветовой температуре. Я, как всегда, люблю похолоднее. Напишите, какие вы настройки выставляете у своих смартфонов. Звук хороший, яркий, если можно так сказать, насыщенный, не хрипит. Но и сказать, что он флагманский я не могу. Он качественный. Ровно такой, какой должен быть за эти деньги. Звук наушников не восхищает и не разочаровывает. По железу тоже все особо предельно понятно. Вот результаты тестов. Ничего нового. В играх смартфон не смог протестировать, так как по сути ничего не смог установить. Можно, не спорю, заморочиться было, но я не стал. По причине того, что смартфон не мой. В игры я не играю, а для остальных скажу. Все пойдет 100% на средних настройках графики. Троттлит и греется в пределах разумного. Сканер работает хорошо, проблем со срабатыванием не было. Мне отдельно понравилось, что сканер больше, чем в Mi 5 и тем, что он спереди соответственно. Софт. Это отдельный альмаматор смартфонов от Xiaomi, купленных для использования вне Китая. Все через костыли. Простите меня фанаты, но это дикий ужас в каждый раз. Смартфон ко мне попал на 7-й MIUI, сделал все тесты, установил Play Market, положил на полку, дальше магия от китайцев. Он сам по себе обновился на MIUI 8 стабл, в итоге камера стала лучше, но все остальное пошло по сами знаете какому пути. Никогда не перестану говорить, что вот эти костыли станут для многих преградой для приобретения представителя китайской Apple. Почему, если вы знаете, что ваши продукты покупают по всему миру, нет налаженных поставок в RF и СНГ, вы просто не сделаете прошивку из коробки, чтобы работало? Не всем же курить форум по ПТА, не все же ваши пользователи гики. Нельзя, просто так нельзя. Ставьте лайк, если мечтаете о том, чтобы ваша любимая компания наконец-то вас услышала и сделала все по уму с софтом из коробки. Посмотрим, сколько вас недовольных этой проблемой. Камеры. Камеры, как бы их ни ругали, работают на отлично за свои деньги. Вот просто 4 из 5. Да, во многом это первый блин-компании в этом направлении. И он для меня получился никомом. Тем более после обновления на Mi A8. Вот что получилось у меня. Да, это банальщина фоточек из торгового центра, но простите, на улице не лето, холодно, знаете ли. Примеры фото и видео скажут лучше тысячи слов. Фронталочка, как у всех. Автономность. Батарея дает столько, сколько на ней написано. Ни больше, ни меньше. Все очень просто. 4-6 часов гейминга, 7-9 часов видео и 1-2 дня работы смартфона. Давайте подведем итог. Это недооцененный смартфон компании в середине 2016 года. Первая пташка с двумя камерами. Знаете, та же Xiaomi делают и похуже. Минусы только в одном. Прошивки из коробки и оптимизации. Надо танцевать с бубном, не все хотят или могут это сделать. В общем и целом, как по мне, покупая смартфон за эти деньги, вы получаете отличный опыт использования смартфонов этого класса. Ведь мы все понимаем, что на этом кампания не остановится. А для тех, кто ожидал ответ на вопрос, что брать, Note 3, 3 Pro или 4, или же Redmi Pro, я бы брал Redmi Pro. Для меня это более выгодное вложение денег. Что выберете вы, решать только вам. Друзья, большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Конечно же, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки, как всегда, в описании. И, конечно же, пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru, для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. Ну, а мы совсем скоро увидимся. Всего доброго, пока-пока. И там еще видосики сейчас перед вами. Посмотрите, они там не просто так.